И начнем с главной политической сенсации дня. Касымжимар Тукаев объявил досрочные президентские выборы. Они пройдут уже этой осенью. О своем без преувеличения неожиданном решении глава государства заявил сегодня в послании народу Казахстана. С ним он выступил на расширенном заседании Палат парламента. Политическая традиция, когда власть держала свои планы в секрете от общества, должна уйти в прошлое. Поэтому сегодня я намерен всенародно представить график будущих избирательных кампаний. Первыми были анонсированы внеочередные выборы президента, которые состоятся уже этой осенью. По плану они прошли бы в 2024-м. Но, по мнению главы государства, новая стратегия требует политической перезагрузки. И самое важное. Сразу после выборов Тукаев внесет предложение продлить президентский срок до 7 лет, но без права переизбрания. То есть только на один срок. С одной стороны, 7 лет это достаточный период для реализации любой амбициозной программы. С другой, ограничение президентского мандата одним сроком обеспечит максимальную нацеленность главы государства на решение стратегических задач общенационального развития. Предлагаемая мной конституционная новелла значительно снизит риски монополизации власти. Именно поэтому я предлагаю внедрить норму однократного президентства. А уже в первой половине следующего года в стране пройдут выборы в Можилис и Маслихаты. Тоже внеочередные. И тоже на два года раньше положенного. А уже новый состав депутатов сформирует новое правительство. Таким образом произойдет перезагрузка ключевых органов власти, заявил президент. У мажилисменов осталось не так много времени, чтобы завоевать голоса избирателей. Но депутаты настроены оптимистично. Абсолютно не переживаю. Наоборот, я думаю, что мы укрепим свои позиции, поскольку в Ахжол все эти периоды работы в Можилисе работал очень плотно. Даже в сегодняшнем послании президента целый ряд вещей, которых мы добивались годами. Десятилетия, я скажу. Продолжение следует...